Дима, смотри, что неожиданно у них есть. Вернее, не ожидала увидеть. 28-й. Нет, а что еще? Чтобы тебя руки не воняли бензином. А, перчаточки. Да, одноразовые перчаточки. Сервис. Это везде в Испании. Они в магазинах, картошку вы накладываете. Или там на заправке. Где-то в хозяйственном магазине. Везде есть перчаточки. Европа-Ц. Ну все, поехали дальше. Такая живописная, конечно, дорога. Хотя, такой сушняк вокруг, да, и ничего не растет фактически. Но вот это море, холмы, горы такие. Улица Италия. Сейчас будем сворачивать. Свернули мы, ребят, на улицу Италия, называется. Частная такая урбанизация частных домов. Ну суши тут заметно. Мы отъезжаем от Бенедорма по суше все, да, как бы? Намного. Зелени поменьше. Это в глаза бросается. Она, конечно, есть. В Бенедорме как-то вообще зелено. В Бенедорме, да, Бенедорма, Кальпо, там, Ганди, Оливия. Поедем мы, куда глаза глядят. Эти вот цветы, конечно, красиво смотрят, они освежают. Остановочка для трамвая. Наверху люди стоят. Навигатор нас хочет привезти в Аликанто. Я вот специально от него убегаю прокатиться, посмотреть. Частный сектор какой здесь. Старенькие дома вот с бассейнами. В принципе, это рядом с Аликанто, там, ну, буквально меньше 10 километров, там километров 7, да? Давай увидим, посмотрим. Вот как красиво. Надо остановиться, прям посмотреть. Красивое место, конечно, это тут водоросли, потому что их выкидывают, и они вот как солома здесь подсыхают уже. Смотри, а на камнях вот там, вот сейчас, кстати, вову идет вода, это все уровень, это все водоросли. Получается, заходишь прямо в водоросли вот этих. Глубина небольшая, вот она идет до синей воды впереди. Здесь получается небольшая глубина. Даже здесь буйки стоят. Спокойную погоду, я думаю, здесь и можно рыбку половить. Нет спокойной погоды, это обычное состояние. Нет, 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 ты что, есть штиль. Да, здесь тихо, спокойно. Вон дядька ходит, со шланга поливает свою зелень. Даже здесь парковка для инвалидов. Да, парковка для инвалидов даже здесь. Вот такой, как соленоватый, воздух этот, воздух, настолько насыщенный море. Да, на языке соль чувствуется, как бы. Настолько насыщенный воздух. Вот показано, это водоросли растет. Здесь, наверное, есть какие-то мидии. Рыба, наверное, этим тоже питается. Да, они написали, здесь дайвингов занимаются, какая рыба плавает. Смотри, как информативно. Мусорочка стоит, да? Ну да. Такое название. Тут Эль Кампелла. Здесь у кого-то домик такой. Ну, свежая штукатурка на нем. А окошки деревянники старые. Ну, очень красиво. Где-то вот мы не доезжаем, километров 7 Аликанте. Свернули налево со стороны Бенедорма, ехали. Там мусорные баки. И здесь стоят баки. Ну, откуда здесь возьмется мусор? И человек везде может пойти, где ему удобно. Не надо ехать, затрыгивать земель и выкинуть. И все расчерчено под парковку. Машин нет, но парковки все равно есть. Мы решили проехать. Тут пляжик какой-то есть, хотим посмотреть, что за пляжик. Интересная такая деревня. Я не знаю, ну это не деревня, это такой поселочек, да? Городок, деревня. Ну, пригород Аликанты, какая-то вот деревня, да. Людей нет вообще. Как будто бы апокалипсис. Ну, так время 15.50. А, у них же сиеста. Сиеста. Да. Все дома отдыхают. Тоже деревня, деревня. Но тут везде порядок, тротуары везде есть, освещение есть. Тут сразу три пляжа получается. Лес-Лобас, что-то, какой-то релакс. Смотри, как красиво выглядит. Очень красиво. А что-то здесь и припаркованы. Наверное, ниже уже нельзя. Ниже живут здесь, наверное, люди. Что такие у всех машинки здесь? Пляжные машинки, да? Угу. Ну, она в песке завязнет, наверное. Игрушечные машинки. Вот. Мы приехали на Дикий пляж. И сразу заметите, что на этом Диком пляже тоже есть мусорка. Слушай, нас послушают, как помешанные на мусорках. Нет, но это гарантирует чистоту на пляже. Нет, знаете, почему мы так акцентируем внимание на мусорках? Мы живем возле моря, и у нас постоянно срач там. У нас постоянно все загажено. У нас бутылками, тарелками. Проблема в том, что нет мусорок на пляже. Вообще нет. И рядом с пляжем нет баков. То есть, чтобы выкинуть туда-то, надо подняться на километр. И люди не несут, они тупо выкидывают вдоль береговой линии, и все. А потом там бегают какие-то собаки, растаскивают этот мусор. Ой, ну это вообще кошмар. Вроде пляж дикий, у людей здесь мало, но все равно табличка здесь стоит. No peros. Я первый раз неправильно прочитала. Да, это о чем говорит? Что они культурные люди. Где-то пляж у них с собаками, где-то без собак. А что это такое красное там? И все же, если кто-то сюда приперся с собакой, несмотря на то, что там висит знак, что нельзя сюда заходить с собаками, для собачек здесь есть пакетики. То есть берете пакетик. Вдруг она захотела покакать. Да, и убираете за собой. Представляете? У нас бы эти пакеты уже вытащили, и там, я не знаю. По домам растащили. О, какая галька крупная. Прям это даже не галька, а валуны. Как в Сочи, слушай, прям купаться. Пошли. А здесь такой пляж, как в Сочи. Такой же каменистый. Как разница в мутной воде. Да, и возле берега вот очень много водорослей. Сейчас штормит, не знаю, с чем это связано. Они всегда здесь или нет. Мы вот были в Бенедурме. В Бенедурме чисто все. Водорослей нету. Вот так же в Северной Валенсии тоже чисто. С ребятами разговаривали, которые живут в Валенсии. Они рассказывали, что непосредственно Валенсии на пляже тоже водоросли. Ну, посмотрим, что будет на пляже Сан-Хуан и Великанте. Поехали. Поехали купаться в Бенедурме, я так думаю. Ну, Бенедурм относительно недалеко находится. Вообще проблем нету. Сесть в машину и поехать. Да, потому что в Бенедурме шикарная вода. Если же вы хотите все-таки пойти на пляж с собаками, то для вас есть пляж, где можно купаться с собаками. Вот стрелочка, все показано, информация. Пройдите немножечко правее, и там будет территория, где можно отдыхать с собаками. Вот тем самым они организовывают людей. И люди как бы отдыхают и не злятся друг на друга, да, как бы не обижаются, что вот кто-то с собакой рядом купается. У нас как в Сочи, лежишь, да, собака подбежала чья-то там, ну и сделала свои дела тебе там на коврик, на котором ты лежишь. Или рядом где-то все ты кушаешь, там сидишь. Или отрихается, брызги все эти летят, и хозяевам пофиг. А тут как бы люди с собаками ходят на отдельный пляж. Без собаки идут сюда, и никто друг другу не мешает. Все довольны жизнью, радуются жизнью. Вот мы подъехали еще один пляж, и здесь поменьше вот этих водорослей. Вот здесь сами испанцы сидят, загорают у них столы. Они за этими столами кушают. Вот они все отдыхают семьями на берегу моря, в этой вот лагуне маленькой. И вода здесь, конечно, почище, чем то место, в котором мы сейчас были. Так что это намного радует. Думаю, что в Аликанте будет хорошее море. Дай бог, дай бог. Ну, и что скажешь? Классно. Такой маленький, приватный. Такой пляж, кушаньки или домики есть? Да, домики, конечно, красота. Старинного типа, говоришь? Не хай-тек стиль, ну, строили, наверное, я не знаю, в прошлом веке. Да нет. 60-е, 70-е, 80-е годы. Старинный деревянный, решеточки у них тут. Видимо, кто-то использует когда-то. Смотри, улики, тупаковка, держи ее. Может, кто-то когда-то использует, приезжает сюда летом жить. А зимой живет в Аликанте или еще где-то. Возможно. Ну, в общем, вот такая лагуна, и вот здесь все отдыхают. Ну, кайфово, конечно. Владику говорю, тут точно русских нет. И мы стоим и там, разговариваем, и тут проходит мимо нас пара. Вот девушка с желтым кругом идет. Да, парень тут с натолкой. Да, и вот девушка желтая. Я на них смотрю, точно русские. Она проходит и говорит, здравствуйте. Везде русские, везде. Наш брат везде. Ну, еще бы хорошие места. Вот даже мусорка, смотрите, к столбу прикрепили нас с пакетиком. Да, с пакетиком. Короче, у тебя фетиш мусорки. Поехали дальше. У меня фетиш, но здесь чисто. Дублируются показатели, две стрелочки, вперед и назад. Что здесь нужно быть внимательным и в обе стороны движения. Вот скажи, Дима, как тебе такой городок? Ты бы смог жить в таком уединенном городочке? Я везде бы смог бы жить. Просто здесь более комфортно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И с этой стороны вот такая вилла современная. Мы едем в сторону пляжа Санкт-План. Хотим заехать со стороны Эль Кампео и будем двигаться в сторону Санкт-Плана. В сторону центра Али Кампео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова И вид шикарный открывается на пляж Санкт-План впереди. Редактор субтитров А.Кулакова